Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами Локи, и мы продолжаем карьеру Маркуса Биста в UFC 4. Это карьера бойца. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии. Вы здорово ее поддержали. Продолжайте в том же духе. Вижу, что многим она зашла. И давайте постараемся к этой серии набрать тоже больше тысяч лайков. Для вас это не проблема. Но для меня отличная мотивация снимать как можно чаще. Как я и говорил, эта карьерка будет выходить 2 или 1 раз в неделю. Но, как вы видите, прошло пару дней. Уже новая серия на подходе. Также, ребята, если вы новенький, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. Пока что у Маркуса Биста 3 победы в 3 поединках. Но это, так скажем, были разминочные. Нам давали не самых, может быть, так скажем, быстрых бойцов. Также спрашивали в комментариях по поводу прокачки и развития бойца. Здесь она, ребята, есть. Здесь можно прокачивать характеристики различных ударов. Вообще, в принципе, стойкость. И сейчас я прокачиваю немножко здоровья нашему бойцу. У нас есть 83 балла. Как мы видим, на разные показатели нужно разное количество этих баллов. И они зарабатываются за счет тренировок, за счет прокачки ударов и всего остального. Также можно вкачивать удары различные ногами, руками. И также у нас есть, ребята, пока что один перк. Это перк-марафонец. При передвижении на приемы расходуется меньше выносливости. Отличный перк. Он, думаю, нам поможет. Ну, а дальше будем уже смотреть, что прокачивать. И сейчас, ребята, давайте выбирать нашего оппонента на сегодня. И, собственно, после этого я пойду уже на тренировки. Буду прокачиваться. Это Михаэль Кьеза. Вот так вот. Снова возрастной боец. 33 года. 18 побед, 5 поражений. Ну что ж, мы соглашаемся. И, ребята, отправляемся на тренировочки. Мы, ребята, потренировались. Я прокачал стойкость нашего корпуса, челюсти, немножко выносливость. Ну и давайте отправляться на поединок. Наш следующий оппонент, Де Майкл Кьеза. 33 года этому парню. И сейчас он попробует выбить всю дурь из Маркуса Биста, который очень резво заскочил в UFC и оформил уже 3 победы из 3. Советовали в комментариях против борцов использовать как раз-таки выбивание ног, выбивание корпуса, чтобы у них быстрее заканчивалась выносливость. Тогда, в принципе, нам будет полегче. В грэпплинге снимем чугунная челюсть, потрясающее кардио. И на данный момент, ребята, у нас 3 победы из 3. Маркус Бист показывает себя весьма и весьма неплохо. Да, хотел я изначально сделать чуть более легкий вес, но, честно скажу, потом как-то это выскочило из головы, и у нас получилось так, что этот боец находится в полусреднем весе, по-моему, да, и он находится в той же весовой категории, что и раньше у нас находился Фредди Бист. Ну вот я не знаю, я помню, что за Фредди Биста мы повышались в категории, а можно ли в ней понизиться и выйти в более легкий вес. Профи с 2008 года 4 победы из 6 боев, завоевано 18 побед за карьеру. Вот такой вот Майкл Кьеза, весь оттатуированный, ну, в весьма хорошей форме. Он сейчас находится, поглядывает на Маркуса Биста, поглядывает на толпу в зале, которая пришла сегодня поддержать бойцов. Ну и вот, ребята, показатели. Мы чуть полегче, чуть поменьше, и размах рук у нас тоже на 3 сантиметра меньше. Дамы и господа, бой, состоящий из трех раундов в синем углу. Это, можно сказать, дебютант UFC, который уже оформил 3 победы из Манчестера, Англии. Это Маркус Бист по кличке Флэш. И его оппонент сегодня с профессиональным рекордом 18 побед и 5 поражений. 185 сантиметров рост, 77 килограмм вес. Майкл Кьеза. Ну, посмотрим сейчас, кто же окажется сильнее. Бойцы готовы? В красном углу Кьеза готов. В синем углу Маркус Бист тоже готов. Ну что, поехали. Дадим ему кулачок. И сразу обмен ударами. Ой-ой-ой, серьезно? У тебя такие слабенькие ножки, дружок? Опа! Вот этого я, честно скажу, не ожидал, но надо подниматься. Надо подниматься. Ой-ой-ой, хороший оверхенд залетает. Пробил нам немного корпус. Но мы будем продолжать по его ноге работать. И снова, снова он пытался в клинче к нам подобраться. А теперь давайте попробуем мы подобраться к нему в клинче. Ой-ой-ой, вот это опасно. Удар в корпус. И снова он нас заваливает. Надо на подъем идти. Пока Маркусу Бисту хватает сил. Решил он поменять стойку в какой-то момент. Да ну серьезно. Третий тейкдаун. И третий раз. Маркус Бист поднимается, но выносливости совсем нет. Оверхенд пропускаем. Но надо его вертушкой охладить. И тут же подловили. Ну и он, ребята. Он тоже ловит нас. Довольно быстро. Да отвали. Да ты посмотри, а. Не получилось подняться. И теперь надо поддать ему. Пробуем на удушающий. Восемь секунд. Но у нас выносливости совсем нету, поэтому раунд закончен. Но, ребята, такой, знаете, неоднозначный первый раунд. Вроде бы неплохо мы пробивали, но соперник сразу же, как только получает в лицо, пытается, не растерявшись, быстро пройти нам в ноги. Вот здесь хороший момент. Но посмотрите, он стоит. Он стоит. Ему все равно. Здесь удар в корпус. И тут же ответ оверхендом. Это было, конечно, очень неплохо. Удар с разворота от Маркуса Виста. Первый раунд получился, ну, такой. Может быть, чуть-чуть в пользу нас. А он не дает. Так, ладно, с такими ударами пора заканчивать. И снова. Снова он схватил нас за ногу, уронил, ребята. Мы смогли встать. Ой-ой-ой, оверхендик. Так, поднимаемся, поднимаемся. Да все, 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 вырвались. Неплохую провели комбинацию ударов ногами, но соперника так легко. Не поймать. Опа! И снова он нас ловит. Получится встать. Встаем, ребята, на последних издыханиях выносливости. С ногой у него полные проблемы. Надо с ним за счет этой ноги как раз таки и все решать. Опа, ребята, вот это уже плохо. Давай-давай, Маркус. Двадцать секунд. Двадцать секунд. Надо продержаться, ребята. Семь секунд. Да. Третий раунд получится для нас очень сложным, потому что у нашего оппонента осталось гораздо больше сил. Ну и здесь, наверное, все-таки во втором раунде он уже имел большее превосходство. Нам нужно его вырубать, ребята. Нам нужно его вырубать, но он хорош. Это, наверное, первый, первый соперник, который доставляет нам такие проблемы. И главное, это то, что наши удары его особо не сокрушают. Да, мы выбили ему ногу, но мы не воспользовались этим в дальнейшем. Хорошо. Ну и снова. Снова, ребята, мы отправились в партер. У нас просто не получается. Просто не получается выйти ему за спину. Так, ребята. Очередной болевой. Мы никак не можем выйти. Мы никак не можем выйти ему либо за спину, либо просто подняться. Хорошо. Правая нога. Да ты посмотри на него, а! Какой бросок! Он просто уничтожает Маркуса Биста, ребята. А почему я не поднялся? Я вот иногда честно не понимаю. Ты доводишь этот круг до конца, но он не встает. Хорошо. Хорошо. И ты снова. Ну, посмотрите. Ну, каждый пользуется тем, ребята, что у него получается. Мы пытаемся выбить его ногу. Он пытается постоянно завалить нас. Да. Мне кажется, он выиграет этот поединок по очкам. Закончился третий раунд. И, к сожалению, ребята, кажется, это первое поражение Маркуса Биста. Потому как по очкам наш соперник, мне кажется, нас превосходил. Но сейчас посмотрим на решение судей. Ну, и такие бои, они дают, ребята, пищу для размышлений. Они дают... Да мы продолжаем, продолжаем. Нет, ребята, победа за счет Маркуса Биста. Честно, я удивлен тому, что решение в пользу нашего бойца. Да, поскольку очень уж много раз соперник делал тейкдаун. Я честно думал, за счет этого он по очкам нас опередил. Но такое тоже бывает. Я уже думал и готовился к поражению. А в итоге, ребята, мы смогли все-таки выстоять. Но повезло. Повезло, что в этих трех боях, ребята, мы не сдались на болевых. Точнее, в трех раундах. У нас, ребята, новый поединок по контракту. И здесь у нас новый оппонент. Смотрим, кто это. Это Стив Шепард. Ну, давайте смотреть, что из себя он представляет. Будем готовиться и отправляться на бой. Мы, ребята, потренировались. У нас начинается неделя боя. И давайте отправляться на поединок. Наш оппонент всего лишь на две с половиной... Точнее, даже на полторы звезды. У Маркуса Биста сейчас рейтинг три звезды. То есть, в принципе, мы, по идее, должны спокойно проходить этого соперника. Но, ребята, иногда такие бойцы бывают темными лошадками. Я потренировался, немножко потренировал болевые, немножко потренировал борьбу. И надеюсь, что потихоньку мы все-таки сможем их нормализовать. Я имею в виду как и стойку, так и борьбу. И как мы видим, у нашего соперника 11 побед из 12 боев. То есть, практически 93% победы. Оказалось бы, он всего лишь на полторы звезды. Вот я замечаю в 60 фпс на PS5, почему-то, когда показывают соперникам элит как-то кора фон за бойцом. Но это бывает иногда. Ну и выходит Маркус Бист, ребята. Прошлый поединок получился такой, немножко смазанный. Но, тем не менее, победу мы завоевали. Это была четвертая победа. Чугунная челюсть на данный момент ни одного поражения. Ну и 4 из 4. Но, как мы видим по статистике нашего соперника, может быть и 11 из 12 боев на победу. Так что пока расслабляться не стоит. Мы еще, ребята, не так сильно заявили о себе в UFC, чтобы говорить о том, что мы можем пройти любого. Ну и показатели бойцов. 28 лет. Все меньше и меньше. Смотрите, по возрасту дают нам соперников. Но и наш боец, ребята, растет. У нас лучший размах рук, так что за счет этого мы и будем играть. Ну и очередные 3 раунда. Очередные 3 раунда. И сегодня мы, кстати говоря, в первый раз будем выступать со стороны красной. Стив Шепперд. Посмотрим, на что он способен. Ну и красный угол. Красные трусы сегодня на Маркусе Бисте. У нас такое сочетание цветов. Вот именно флага Англии с нашим омундированием. Давайте, ребята, начинать. Вы готовы? И вот такие вот ребята. Посмотрите, к движению Маркуса Биста он сразу показал сопернику, что легко ему не будет. Но и он отвечает тем же. Это, ребята, будет интересный бой. Поехали. Ага, мы не дали. Точнее, он нам не дал кулачок. Насчет длины рук я был прав. Опа. Пара ударов в челюсть. Неплохо, неплохо. Хорошая комбинация. И тут же подловили его. И удар в голову. Неплохие комбинации Маркус Бист проводит. Ой, ой, ой. Ой, хорошо. Надо отойти, выносливость подкопить. Еще один хороший удар. Так, ребята, отходим. Почему-то никак Маркус Бист не хочет его добить. Вот здесь, конечно, не получилось. То, что я хотел. Так, надо отходить. Ой, ой, ой. Это что это? Он хотел проход в ноги сделать? Потихоньку соперник, кстати говоря, начинает как-то выправлять ситуацию. Нам надо не заигрываться с ним. Вот это хорошо было. Еще один сокрушительный удар. Ну, пускай, пускай. И не хочу я с ним возиться в партере. Не знаю, чего от него ждать. И вот такой вот апперкот в челюсть, ребята, от Маркуса Биста. Все было по красоте. Подловили соперника, но я не знаю, честно, на ком он завоевал свои 11 побед в 12 поединках. Он начал просто рубиться с нами и в итоге поехал отдыхать. Как на ковальне в челюсть справа от Маркуса Биста залетает нашему сопернику. И это пятая победа. Здесь уже все было не так сложно. Но все-таки я замечаю, что в UFC, когда ты рубишься, здесь побеждает тот, кто лучше попадет. А вот когда начинается партер, это уже ребята, так скажем, как в шахматах. Нужно переиграть своего оппонента. Мы выигрываем нокаутом в первом раунде. И давайте, ребята, смотреть, кто же будет следующим нашим соперником. А следующий наш соперник это Нил Магни, который сейчас находится на 15 месте в рейтинге. За время тренировок, ребята, перед подготовкой к этому бою, Маркус Бист вырубил двух тренеров. И поэтому они его тренировать не могли в Майтае и также в боксе. Но ничего, мы набрали хорошую физическую форму. У нас, ребята, слабый ажиотаж. И давайте отправляться на поединок. 15 место у нашего оппонента в рейтинге UFC. Вот так вот мы уже дошли до тех, кто находится хотя бы в топ-15. Ну и сейчас нам предстоит, наверное, непростой оппонент. У него довольно много проведено боев в UFC. Мы пока что идем без поражений, но лишь в одном поединке Маркус Бист мог проиграть. Это первый бой сегодняшней серии. Потрясающее кардио, чугунная челюсть и проведенных пять боев, завершенные пяти победами. Это все, ребята, Маркус Бист. Давайте встречать тогда его оппонента на сегодня. Это Нил Магни. Хорошее физическое состояние у него. Вруклин, Нью-Йорк. Небольшая сводка о бойце. Любитель болевых приемов, участник. Туф-16, и он довольно сильный борец. Вот она, наша главная проблема. Да и вообще проблема для большинства бойцов, которые бьются в стойке. Возьмем, конечно же, в пример Хабиба. Против него любому бойцу, который бьется в стойке, невероятно тяжело. Ну а в борьбе такие бойцы, как... В своей стези. Так, 34 года. Он выше нас. У него весьма неплохой размах рук аж на 8 сантиметров... Ой, на 5 сантиметров. Больше. Ну и сейчас посмотрим, что же получится из этого поединка. Снова 3 раунда. И мы снова возвращаемся в свой синий угол. 5 побед. Ни одного поражения. Это боец из Манчестера, Англия. Маркус Бис по кличке Флэш. Его оппонент сегодня. В красном углу. 24 победы. 9 поражений. Представляет он Денвер. Нил Магни. Ну, ребята, поехали. Готов. Мы тоже готовы, ребята. Поехали. Ну он тут даст кулачок? Ну да, он на уважении. Пробуем сразу в корпус ему играть. Хорошо. Вот так. Так, 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 так. В это мы не ввязываемся, ребята. Мы восстанавливаем выносливость. И снова в корпус. Хорошо. Так, издалека будем заходить. Опа. Вот это то, что ребята, у него может получаться лучше всего. Пока есть выносливость, мы встаем. И пару ударов. Оверхенд не зашел. А у меня, у меня зашел. И обмен ударами ногой. Снова хорошо. Ну вот не успеваю я выйти, но хотя бы нужно подниматься. Да, пока, ребята, все нормально. А вот это не очень здорово. Промахнулся и тут же получил апперкот. И мы снова не смогли выйти. А вот теперь не смогли и подняться, ребята. Хорошо. Нет. Он сбил, ребята, нам выход. Он не дает нам встать. Поднялись. Неплохо, неплохо. Хорошо. Попали. Давай, давай, Маркус. Молоти. Молоти, молоти его. 10 секунд. И не успел я. Не успел ему поднадавать, ребята. Но это была хорошая концовка первого раунда. И справа, и слева. Потерялся оппонент. Это, наверное, было лучшее действие Маркуса Биста за этот первый раунд. Ну и удивлен. Удивлен наш оппонент. У него есть рассечение над левой бровью. И мы начинаем второй раунд. И сразу. Продолжение, ребята. Продолжение. И все. Заканчивай, Маркус. Заканчивай. Нет. Не получилось. А теперь он нам не дает подняться, да? Еще один хороший удар. Он не сдается. Он не сдается. И снова потерялся. И тут же в голову. Так, выходим. Получится встать. Получилось? Нет. Не получилось, ребята. Ну вот я не понимаю. Доходит до конца. Мы все равно не выходим на выход за спину. Я вот сколько играю в UFC и до сих пор не понимаю, как это устроено. И тут же болевой. А мы знаем, что наш оппонент любитель болевых. Но из-за этого мы выйдем. Молодец, Маркус. У нас нет выносливости. Надо просто... Просто вставать. Встали. Хорошо. Ух ты. Много-много тратим сил. Остается 30 секунд. И мы, ребята, смогли подняться. Пробиваем. Но еще в конце раунда ему поддали ногой. Но, ребята, это было мощно. Мы провели очень хорошее начало второго раунда. И посмотрите, наш оппонент залит кровью. Это было попадание на опережение. Мы вместе друг на друга шли ногой в голову. Но наш удар все-таки дошел до цели впервые. Ну а дальше уже пару чугунных ударов с правой и с левой. Хороший оверхендик здесь прямо в лоб. И, ребята, нас ждет третий раунд. Готовы? Кулачок есть. Да что ж такое-то. Я никак не могу его подловить, чтобы не попасться на этот тейкдаун. Неплохой, неплохой апперкот. Точнее, просто удар в корпус. Вот это было здорово! Ну и снова. Снова он на тейкдаун. Поднимайся, поднимайся, Маркус. Нам не нужно сейчас возиться. Попали! Попали ему в голову! Давай, Маркус, давай! Надо добивать! Надо заканчивать! Ну же, все! Ребята, вот это поединок! Фух! Это, ребята, Маркус Бист. Это третья победа в серии. Но какие они уже становятся сложные! Честно, я не ожидал, что бои будут складываться так потненько. Ну и здесь снова хорошее попадание от Маркуса Биста. Ну а дальше уже нужно было добивать четкий удар пяткой в подбородок. Наш оппонент падает. Ну и здесь в партере мы просто его уже уничтожаем. Я, ребята, надеюсь, эта серия вам понравилась. Обязательно поддержите ее лайком. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, зовите друзей, прожимайте колокольчик. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok